Общество возмущено ситуацией, которая сложилась вокруг 6 мая, вокруг репрессий, которые идут. То есть по существу у нас идет такое перерастание авторитарного режима в тоталитарный. Как обычно. Отвечать на вопрос не буду. Для себя пришел. Приходим за свободой, за ощущением своего достоинства, за просто тем, чтобы нас за людей считали. Тем, что надеюсь, что Путин в итоге запросит пощаду. Пребование освобождения политзаключенных и прекращения политических репрессий является на сегодняшний день самым осмысленным и самым опасным для власти. Обязательно нужно сюда приходить, потому что поддержка людей, которых незаконно сейчас держат в тюрьме, это вообще долг каждого человека. Ребята, вы... Помогите. Меня просто сама власть заставляет нарушать закон приходить на эти митинги. Я была и 6 мая, я и была в этом лагере на Чистых прудах, и в 12 июня я была. И меня заставляют, потому что меня не слышат нигде. Вот может быть... Слава Богу, еще, я надеюсь, долгий путь. Пока еще можно бороться, и бороться, конечно, мы считаем необходимыми насильственными средствами. Но вот что касается права, то оно в нашей стране уже, к сожалению, полностью подмято. Тенденция такая. Две недели назад, тут когда народ гоняли, задерживали, тут стояние на остановке. На прошлой неделе никого не трогали вообще. Вчера был санкционированный митинг, тоже, в принципе, все спокойно прошло. Что-то меняется, или какая-то новая тактика незадерживания, или что вообще происходит? Нет, ничего на самом деле не меняется абсолютно. У нас ни в правоохранительной, ни в судебной системе. Это показывает и то, что нас продолжают таскать на допросы. И что же, как бы власть зашевелилась, люди зашевелились. Одного человека, я знаю, уже освободили, который вообще бы не было на Болотной площади, его освободили. Я думаю, как бы власть начинает бояться немножко нас. Мне уже 73 с половиной года, и я никак не могу добиться этого. Простой, простой жизни делать то, что мне хочется. Идти куда хочется, говорить, чему хочется, и все. Власть пытается нас запугать. Штрафы, аресты, мы не должны показывать, что мы боимся. Потому что на самом деле бояться должны они. А тут просто заочно, вообще, это как бы не принято так. Это мы виток. Это комично сейчас, конечно, со временем. Первые две недели народ таскали, вот на прошлой неделе не трогали. Сейчас вот, в принципе, не трогают. Что произошло? Я не знаю, что они тупят. Давно бы пора их всех забирать, что это поможет. Нет, я согласен, потому что меня по останки, ну, значит, арестанцы, ну, по-первыхому, когда на Красной площади задерживали, у меня по останки было задержание. Сегодня это как бы, ну, несанкционированные акции. Вот как вы думаете, что будет? Ну, я не знаю, посмотрю. Но пока автозаков нет, я думаю, все пройдет мирно. Ну, почему же нет? Вон они стоят. Ну, думаю, пройдет мирно. Обойдемся без автозаков. Пару слов Александру Бастрыкину не хотите передать? Пару слов. Ну, я предпочел бы, чтобы его как бы судили за те злодеяния, которые такие люди осуществляют. Вот в любой нормальной цивилизованной стране, вот после того вывоза журналиста в лес, уже бы сейчас он бы, скорее всего, сидел в последствии. Александр Иванович, я не могу применить слово «уважаемый», потому что все те действия, которые вы совершили, лишают возможности применить это слово. В любой европейской стране после таких чудес, которые вы сотворили, человек должен уходить в отставку. Вы до сих пор этого не сделали. Вы вынуждаете общественность применить очень серьезные меры по отношению к вам. Единственное пожелание, если вы не хотите, чтобы для вас все кончилось как в 37-м году, или там в 40-м, для тех, кто делал 37-й год, то остановитесь вовремя. Кому? Александру Бастрыкину. А, Бастрыкину. Ой, Бастрыкин, Бастрыкин. Нет слов, мой дорогой. В таких случаях, в таких случаях, в таких случаях, вот так вот раньше честь понимали, вот. За этот произвол надо отвечать. Призываю вас поскорее уйти в отставку. Бастрыкину пару слов не хочешь передать? Пошел он. Все. Все. Гоняли бы скучить. Спасибо большое. Спасибо.